Сегодня утром во дворе Красноармейской центральной районной больницы в ряд выстроились 4 новеньких ВАЗа. Эти машины поступили в распоряжение сельской медицины, а приобретены они были за счет средств, предусмотренных на нужды здравоохранения в районном бюджете. Глава райгосадминистрации Михаил Костюк в торжественной обстановке вручил документы и ключи от авто их хозяевам, которыми стали Новоэкономическая, Новоалександровская, Гришинская амбулатории, а также Краснянский ФАП. Сельский доктор Альберт Аришко признается, что уже 10 лет в ожидании машины вынужден был ходить своим больным пешком. Это были большие неудобства. На настоящее время, я думаю, неудобства эти будут уже позади, так как мы получили машину, неплохую, надеюсь, и будем обслуживать больных наших сельских жителей, тружеников села. Главный врач Красноармейской ЦРБ, к слову депутат районного совета, принимая дорогие подарки, с трудом сдерживал эмоции. Мы получаем сразу 4 машины для жителей района. Районные власти намерены и в дальнейшем поддерживать медицину, воплощая в жизнь намеченные программы. Около половины 12-го на подъезде к путепроводу Восточной образовалась пробка. Старенькая машина с цистерной никак не могла одолеть скользкий покрытый льдом подъем. Из-за мгновенно образовавшейся автомобильной цепочки съехать вниз не представлялось возможным. И около 20 минут грузовик безрезультатно буксовал на месте. И лишь благодаря помощи водителей, которые посыпали проезжую часть и в буквальном смысле слова выторкали застрявшую машину, проезд был освобожден и огромная пробка понемногу начала рассасываться. Вполне возможно, что подобная ситуация была сегодня не единственной. И жаль, что коммунальные службы не слышали слова, звучавшие в их адрес. Всю эту неделю корреспонденты службы новостей телекомпании «Орбита» пытались выяснить, что же сейчас происходит на Красноармейском центральном рынке. Можно сказать, наши попытки успехом практически не увенчались. Директор рынка Николай Герасимович Халапсус отказался что-либо комментировать сославшись на плохое самочувствие. Предприниматели, торгующие на рынке, сообщили только, что в воскресенье звучало объявление о том, кому теперь следует платить рыночный сбор. Ну, звучало в том, что не подчиняться тому Герасимову, я даже не знаю, кто это такой, а именно Халапсусу подчиняться. Администраторы, кассиры новые были. Объявление, что не подчиняться старой администрации. Да, им не нужно было подчиняться. Растерянные рыночники сами плохо разбираются в ситуации, сложившейся на центральном рынке. Ну, это туговато сказать, и на этот вопрос вообще трудно ответить. То ли меняется она, то ли... Ну, мы не знаем, кто в нее ходит, даже в эту администрацию. Нас лишь бы меньше трогали, лишь бы нас меньше налоги брали. И все. Предприниматели твердо убеждены в одном. Директором и главным распределителем по-прежнему здесь является Николай Герасимович Халапсус. Вот подчиняться Николаю Герасимовичу. Непосредственно. Непосредственно. Ну, тут-то и был Халапсус, он и был. Тот же Николай Герасимович Халапсус. Вот так. Что касается позиций городских властей, то сегодня нам удалось наконец-то выяснить, что работавшая накануне комиссия, в состав которой вошли представители Госкомпредпринимательства, антимонопольного комитета и торговли, рассматривала жалобу частного предпринимателя Алтуховой Любови Арсеньевны. Последняя в очередной раз пыталась разобраться в рыночном конфликте осени 2002 года. Сейчас у нас на рынке директор Халапсус. Ранее, которое было руководство, сейчас их там нет. Поэтому, ну как, предприниматели работают, и поборов тех, как взимали 300 гривен, сейчас не взимаются. Торговый отдел Красноармейского горосполкома в эти дни занят обследованием центрального рынка. Причем предлагает делать это совместно с предпринимателями. В общем, конфликта вроде бы как и не было. Совкомсомольская не зря имеет второе название «Фабрика невест». Из 647 рабочих – 405 женщины. При этом, большая половина из них – незамужние. Не вникая в детали, почему так получилось, отметим, что средняя заработная плата на предприятии – 590 гривен. Работать здесь престижно, поэтому рабочими местами дорожат, и текучести кадров на предприятии практически нет. Женщины работают на любых должностях – от начальников участков и отделов до работников технологической цепочки производства. Мужчины же есть на фабрике в руководящем аппарате, а также часть трудится с лесарями и грузчиками. Ну, нравится, что по сменам работаем, как для женщины, больше времени. Я не считаю себя слабой и хрупкой женщиной. Я уже привыкла, я уже работаю здесь 20 с лишним лет. На ЦОВ Комсомольской много фамильных династий, и опять-таки именно женских. Работницы, проработавшие больше 20 лет, говорят, что фабрика не стоит на месте. А за последние годы труд женщин, благодаря автоматизации производства, стал значительно легче. Ну и условия, конечно, не особо сейчас тяжелые так физически. Автоматика работает, нет такой герганины, механизмы более-менее ремонтируются стабильно. В общем, работать надо, работать можно. На ЦОВ Комсомольской чувствуется какая-то особая атмосфера дружбы. Говорят, что коллектив здесь на самом деле сплоченный. А руководители любого ранга уверены, что их женщины – самые лучшие друженицы. Они очень дисциплинированные, ответственные. И на своих рабочих местах, и на закрепленных участках выполняют свои обязанности очень даже хорошо. Руководство фабрики уверено в том, что именно женщины являются основой всего производства. И без них невозможно было бы столь плодотворно работать. Селидовский хлебокабинат уже перешагнул 30-летнюю черту. За это время на предприятии накопился как большой опыт работы, так и замечательный коллектив, в котором каждый человек находится на своем месте. И к тому же является отличным специалистом, настоящим мастером своего дела. А главный секрет популярности их продукции – это старинная традиционная рецептура и постоянная борьба за качество. Наши технологи, наши специалисты, наши рабочие, они чувствуют эту продукцию душой. Ее нельзя почувствовать термометром, или еще какими-то приборами. Ее душой надо слышать. И только потом получается та продукция, которую мы потребляем, и та, которая нравится нашим покупателям. Хлебокомбинат производит 9 сортов хлеба, 17 булок, 25 номинований тортов и 13 пирожных. И практически вся рецептура собственной разработки. У нас свои магазины, и я очень часто бываю в магазинах, и в общем люди, даже опрос покупателей делаем, и люди предлагают, что им на сегодня нравится. Продукция хлебокомбината постоянно обновляется, ассортимент расширяется, а качество улучшается. И соответственно покоряет все большее количество покупателей.